Парад юных велосипедистов, выставка ретро-автомобилей и выступление популярной 2000-й музыкальной группы «Вирус». Таким запомнится прошедший в минувшие выходы день города Новочебоксарска гостям и его жителям. В этом году Новочебоксарск отмечает 62-летие. На большой сцене в районе Нижней набережной для граждан выступили приглашенные артисты и отгремел салют. Глава Чуваши Олег Николаев вручил заслуженные награды труженикам города, а также сертификат на сумму 10 миллионов рублей на приобретение светодиодного экрана. Городу он понадобится, ведь в следующем году Новочебоксарск, наверное, с чебоксарами, станет одной из главных площадок для проведения Дня Республики. Кроме того, Олег Николаев отметил, что любимый многими горожанами кинотеатр «Адл» все-таки возродят, а территорию рядом с ним благоустроят. Мы, конечно же, приложим усилия, чтобы и пространство вокруг кинотеатра «Адл» существенно изменился и преобразился, и стал таким же привлекательным местом, как эта площадь и притягательным местом для жителей города Новочебоксарска. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником. Еще раз желаю вам добра, удачи, а самое главное – смело и уверенно шагать в завтрашний день и строить его ровно таким, каким мы его хотим. С праздником, дорогие новочебоксарцы! Напомню, самый молодой город Чуваши образовался благодаря энтузиазму и самоотверженному труду участников двух всесоюзных ударных комсомольских строек – химического комбината и Чебоксарской ГЭС. Одновременно с ними строились дома, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры Новочебоксарска. Сегодня новчик, как его любят называть сами жители, меняется в лучшую сторону. Благоустраиваются пространства, ремонтируются дороги, открываются новые производства. Глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов в праздник пообещал, в ближайшие три года абсолютно все дворовые территории города будут приведены в порядок.